В эфире новости сейчас с вами Юлия Перцова. Здравствуйте. Создание единого правового пространства, развитие цифровых технологий, устранение торговых барьеров. Эти направления станут приоритетными в двустороннем сотрудничестве России и Беларуси. Об этом заявил сегодня в Могилеве во время форума регионов госсекретарь союзного государства Григорий Рапота. Культурные отношения не исключение. Как пример, совместная выставка Национального художественного музея Беларуси и Третьяковской галереи, представленная в музее Белынецкого Бирули. Где-то полтора десятка только на очереди концепций разных программ, которые ждут своей очереди и ждут возможности быть профинансированными. Поэтому и в основном это связано с новой технологией машиностроения, это новые материалы, это медицина, это космос. На полях форума региона в Могилеве будет подписан торговый баланс России на поставку белорусской сельхозпродукции на следующий год. Ему предшествовали переговоры в Москве на уровне вице-премьеров и руководителей аграрных ведомств. Как отметил сегодня журналистом глава Минтельхозпрода Беларуси Леонид Заяц, балансы полностью согласованы и общий объем нашего экспорта в 2019 по продуктам питания вырастет. Так, по мясу примерно на 11% по сравнению с этим годом. Стали известны подробности аварии на ракете-носителе «Союз Инцидент», прокомментировал зампредседателя правительства России Юрий Борисов. На 123 секунде произошло срабатывание аварийной системы спасения. Она отработалась штатно, позволила раскрыть парашют, отделилась капсула от ракеты-носителя, экипаж благополучно приземлился на землю. По предварительным данным, по секундам полета, это, видимо, причина при отделении первой-второй ступени. Детали аварий подробно изучит специальная комиссия. Пока же все пилотируемые пуски временно прекращены. Отмечу, состояние экипажа хорошее. Сейчас космонавты летят спецбортом на Байконур. Мощный тропический шторм Тили обрушился на восточное побережье Индии. Под ударом стихии штаты Ариса и Анхапрадеш уже известно о гибели двух человек. Еще 300 тысяч местных жителей были эвакуированы. Титли принес в регион шквалистый ветер. Мощные порывы вырывают деревья и валят на землю электрические столбы. В зоне ненастья приостановлено воздушное и железнодорожное сообщение. Это были последние новости этого часа. До встречи.